всем привет меня зовут сергей я преподаю школе программирования алгоритмика и сегодня мы продолжаем делать нашу игру у нас уже с вами готова основная логика давайте запустим вспомню что мы сделали мы уже с вами прописали загрузили все наших героев машины курочку нашу она у нас движется у нас тоже есть конец игры условия победы то есть на данный момент у нас готовая игра давайте сделаем ее более симпатичной и добавим всякие разные эффекты в нашу игру для этого мы добавим анимацию можно добавить двух типов по game zero первое это анимирование которое идет как бы из коробки им самому play game zero есть функция ними и 2 это наша собственная анимация покадровой анимации когда мы будем сменять картинки у одного актера и будет казаться как будто идет какое-то видео первое что мы изучим это значит они мэйт функция вот нас когда но давайте когда мы проигрываем мы не просто будем останавливаться да давайте сделаем такое столкновение как будто бы у нас наш герой подпрыгивать немножко для этого мы используем функцию анимейт анимейт принимает первым параметром это актера которого мы хотим анимировать в данном случае это чекен объект класса актер далее по какой оси мы будем двигаться либо по обеим по x и y ну я хочу чтобы моя курица подпрыгнула вверх значит я хочу играть ось меня какое положение хочу и придать ну я хочу чтобы она была чуть чуть выше чем мая текущая выше это значит нам нужно вычесть какой-то до расстояние язык давайте минус 20 а то есть я хочу оказаться в этом месте по окончанию анимации дальше мне нужно указать какой вид анимации сдается параметром twin есть разного рода анимации можете посмотреть нас есть линейная акселерейт акселерейт аксел дэсон дать все посмотрим но не все хотя бы там большинство попробуем bounce and и сколько времени должна длиться наша функция ну давайте сделаем половину секунду 05 ты давайте запустим соответственно моя корочка должна подпрыгнуть когда столкнусь машиной увидеть она немножко подпрыгнула но немножко да здесь совсем немножко 50 60 чтобы она как-то улетела столкновение увидите то есть такая анимация они столкнулись и а курицу летела можно и по моему bounce and bounce start тогда он будет сначала как бы логичнее было бы наверное даже чтобы он так подпрыгивал найти еще с какой-нибудь машин вот опять можно баунс start bounce and и в конце и в начале будет вот так вот запускаем на витей в начале попрыгал немножко и в конце можем увеличить скорость то есть не скорость увеличить время анимации секунды давайте посмотрим столкнемся с кем-нибудь ну немножко помедленнее стал половине секунд все таки лучше то есть первый способ используя анимации используем функцию не мэй указываем что мы хотим анимировать по какой оси можем две оси указать указываем каким способом и указываем время которое потратим на анимацию это анимация номер один второй способ анимирования внутри пайгейм и пайгейм zero это с использованием разного рода покадровая анимация вот у меня есть два примера покадровой анимации первое сделано с помощью гиф не всегда можно найти хороший разбивку по кадрам как вот здесь png не всегда очень тяжеловато достаточно ноги фок в интернете очень много один из вариантов что можно сделать есть разные сайты которые позволяют вам разбивать анимацию по кадрам вот вы загружаете кив вот один из файлов онлайн гиф тулс загрузили гифку она у вас светится видите здесь сколько 201 кадр ну мы можем так грубо поделить на 10 до и получить 20 кадров ну чтобы все 200 не скачивать то очень долго возьмем первый кадр скачаем да да вот ждать приходится 10 секунд придется потратить минут своего времени чтобы это сделать первый кадр десятый кадр двадцатый кадр и так далее и у нас получится с вами анимация такая то есть можно взять уже готовы кивку и разбить и у меня два примера первая такивка который я разбил 2 это по кадр как по кадрам и нам нужно сделать по кадрам и берем наши с вами спайты разбитые по кадрам здесь внутри делаем кроп и выбираем размер нашего квадрата который мы бы хотели вот такой допустим да выбрали дать можно даже уточнить из 50 чтобы был на 50 50 50 правда не получается 50 50 на 45 можно сделать вот получили копируем по данным вставляем делаем снова кроп и выбираем следующий анимацию так вот идем нам нужно с вами сделать разбивку отдельные картинки чтобы были вот я уже так сделал с левой стороны у меня здесь изображение про 57 51 ки страшно еще смотрите чтобы ваш размер картинок он совпадал с размерами игра не так что с огромный взрыв клубы я хочу поменять вот этот флажок на движущийся флажок при столкновении хочу сделать небольшой цех значит для этого нам нужно все эти данные быть скачать знать скачаем 1 экспорт 9 скачаем 2 экспорт 9 заходим извлекаем 1 2 если нужно будет их переименовать начинаю с нуля дайте переименую от 1 взрыв будет значит переименуем здесь explosion далее у нас тоже самое нужно с флагом сделать 0 это нас будет флаг переименована флаг теперь эти две картинки нам нужно добавить в наш с вами проект как мы добавляем их папками внутрь explosion добавляем и флаг добавляем с помощью папок теперь нам осталось отрисовать explosion у нас будет происходить в случае взрыва флаг у нас будет отрисовываться в случае если у нас флаг значит как нам заменить мы когда выбирали картинку мы указывали видите здесь chicken или крас то что находится в основной папке с нас находится внутри папки images еще нам тогда нужно здесь написать название папки слэш вот таким образом и указать первый файл нулевой путь потому что меня начинается с нулевого изображения далее нам нужно указать апдейт в апдейт функции давайте добавим еще сюда время которое мы будем отсчитывать между кадрами чтобы сменять картинки и мы будем прибавлять к этому времени дт 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 это время прошедшие между кадрами то есть если у нас 30 fps а у нас не указывает сколько у нас фпс да давайте сделать 30 фпс то скажу сколько у нас между кадрами времени проходит секунды делен на 30 003 секунды на или тогда имели секунды получается если финиш тайм больше чем ну давайте сделаем 001 секунду нас по 9 10 картинок чтобы за одну секунду целиком был 9 картину чтобы за одну секунду примерно проходил вся анимация если больше она об мы опять же ставим до 0 и теперь нам нужно поменять на картинку картинка у нас находится в по ты будь и мочи вот здесь это название моего изображения он находится под этим атрибутом я могу его получить следующим образом соответственно я могу сделать сплит по слышу получить последнее значение для последнего значения из чтобы выбрать по индексу из списка мы используем минус 1 и это число поэтому давайте конвертируем это винт и это соответственно наш индекс ну или нам бак нашей нашего изображения теперь нам нужно добавить единицу к этому изображению или даже можно сразу поменять мы сделаем финиш и мыч равен будем использовать f строки и в строки в питоне позволяют нам делать форматирование строки достаточно удобно и быстро без каких-либо дополнительных усилий мы указываем в начале строки буковку f а далее прописываем все что хотим маму сначала нужно прописать флаг название папки слэш а далее аргументы мы можем указывать в таких скобках фигона я указываю number плюс единица и все это я хочу поделить на без остатка 9 чтобы у меня моё число никогда не выходила за 9 если будет девятка будет ноль возвращаться хотя у меня есть 9 этот за 10 на 10 таки давайте посмотрим и нам нужно этот флаг а у нас флаг уже отрисовывать запустим посмотрим во да здесь видите флаг у нас теперь горит у нас анимация есть движение и горящий флаг ну-ка давайте выиграем давайте быстренько и победа стук просто потому что это так как от выглядит как гифка как анимацию самом деле это пускать не который во времени у нас менять добавили одну картинку теперь давайте добавим еще одну анимацию при столкновении с врагом если мы столкнулись с врагом анимация должна играть в каком состоянии состоянии проигрыша да вот мы на следующем уроке чай зорки фактами живом был более красивый он какой-то уже становится месси немножко не так легко него хотя целом не такой и стоит район луз если мы проигрываем мы начинаем проиграть анимацию нам не нужно чтобы у нас взрыв был каждый постоянно пока мы до пока мы проигрывали нам нужен взрыв только один раз я поэтому у нас explosion нужно загрузить у нас нет даже этого экс-ложен будет акта да у нас будет из папки explosion и у нас начинается тоже с нуля разместим пока что неважно где картинку давайте за пределами экрана придадим негативное значение минус 100 на минус 100 чтобы просто не видно было да и тем более мы будем отрисовывать только в случае проигрыша поэтому не так важно здесь мы еще сделаем с положим то теперь давайте подумаем про логику как мы можем это реализовать вот у нас состояние началось проект дайте время тоже зададим она равно нулю вот это очень удобно мы можем любые атрибуты объекту добавлять и изменять по сути и если вам нужно какой-то какую-то вещь какую-то переменную привязать к конкретному объекту вы можете просто использовать атрибут внутри этого объекта мы также делаем explosion time plus plus equals tt и explosion тут вопрос сколько нам нужно сделать у нас тоже как бы секунда ну давайте сделаем тоже секунду чтобы за секунду все проходил то есть 0 0 1 где-то там больше 0 1 мы опять же меняем на 0 чтобы заново и советную часа и заново начать читать получаем также индекс эти индексом здесь назовем нас это x explosion image возвращает путь до картинки делаем сплит по слэшу получаем последний элемент это наше число картинки и конвертируем это все в интегра далее нам нужно посмотреть если наш индекс равен нулю значит мы только начали значит нам нужно поменять позицию нашего взрыва на позицию нашей кольца позиция это кортеж x и y значение чтобы не писать explosion x равен chicken x explosion y равен chicken y да мы можем сделать проще можем указать можно передать сразу весь кортеж одним атрибутом далее мы меняем image следующий таким же образом здесь мы делаем единственное отличие будет здесь не флаг будет explosion плюс один у нас тоже 10 картинок поэтому можно сделать а нас 9 8 до 9 или если у нас индекс равен 8 тогда мы меняем позицию снова убираем картинку из глаз давай чтобы она минус 100 на минус 100 опять же это кортеж x и y позицию куда мы хотим поместить наш наш картинку и во всяких остальных случаях мы просто меняем картинку поскольку у нас здесь у нас здесь сложнее логика мы хотим чтобы анимация появилась потом она продолжалась один раз только на восьмом кадре мы туда и убираем когда он доиграл и если это не первый и не последний кадр мы тогда просто добавляем следующий кадр и здесь наверно даже не нужно делать делить потому что у нас на восьмом кадре мы все равно выходим давайте посмотрим explosion zero но имидж фаунд а я начал с единицы ну надо смотреть внимательнее тогда у меня на седьмом должен выходить кота на катик попался ладно опустим посмотрим давайте столкнемся вот нас видите взрыв произошел и нашу курочка отлетел и теперь у нас с вами такая игра не более так более со спецэффектами только он как-то быстро проигрывает давайте сделаем 0 2 наверно чтобы как-то подольше играл анимация взрыва а это не нам в этой индекс тоже на следующем уроке мы с вами разберем как добавить видео заставку в нашу курсу и на следующем уроке мы с нашу игру и как добавить звуковые эффекты чтобы наша хоть и простая игра была сделана идеально с красивой заставкой с красивым звуковым оформлением и видео оформление спасибо за внимание на сегодня все спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!